Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Пригожин назвал Путина психом, который хочет ударить ядеркой по Белгородчине. Чтоб по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Соловьёв открестился от преступлений Путлера. Коковский газ мы не взрывали. А клоун Сальдо говорит, что в Херсонской области всё супер. Только что проезжал по улицам, люди спокойно работают, автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия. Шойгу-трактор в поле расстрелял, а говорит, что Леопард. А в кремлёвской студии выдали шутку Века, на Раше нет пропаганды. У нас, простите, пропаганды нет. У нас есть разъяснение. Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Путин хочет ядеркой лупануть по Белгородчине. Об этом заявил Пригожин. Более того, он назвал Путина психом. Мол, у тирана смелости не хватит ударить по другим территориям. Поэтому, как всегда, храбрые россияне возьмут удар на себя. Конечно, если в Казахстан не успеют убежать. Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядрёную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они всё остальное держат. То, в каком виде они всё своё держат, мы видели. Работоспособностью там и не пахнет, но пахнет очень плохо. Коллаборант Сальдо Клоун или Притворяется. Говорит, в Херсонской области всё супер. Вы смотрели за окно? Но Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу. Интересно, что после этой съёмки сделают с оператором? Город Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, это и Олежки, это и Голая пристань, это и сам Херсон, и другие населённые пункты живут. Одно только непонятно, зачем Броник и Каску надел? Ласт и Акваланг подошли бы больше. Люди спокойно двигаются по улицам. Только что проезжал по улицам, люди спокойно работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия. В Херсонской области всё супер, говорите? А почему тогда Крым без воды? И почему оттуда народ убегает? Мы двигаемся с вами по путепроводу шоссе Героя Сталинграда, который пролегает над подходами, над автомобильными подходами к Крымскому мосту и над железной дорогой. Вот проехали, и посмотрите, в сторону моста, в сторону Краснодарского края, вот такая огромная пробка образовалась. Россия, спасибо большое. Рашисты, взорвав ГЭС, людей в Крыму без воды оставили. Ещё и уехать не дадут. Специально в банкоматах выдачу наличных денег ограничили. Второй банкомат. Кратные стаи, не более 300 рублей снять. Как платить кредиты, Россия? Спасибо большое. Судя по актуальному курсу рубля, это чуть меньше доллара. И это ещё не всё. Ещё и на заправках бензина нет. Давно не было вечерней ядерки. Мы даже немного загрустили по очередному приступу. Но сегодня таблетки забыли дать не Медведеву, а вечно обиженной бабушке. Ну что, кто-то ещё будет возражать против использования России ядерного оружия против Украины? Василий Дмитриевич по-прежнему будет говорить о нас за шо? Это шо же? Ну там же люди, это же мирные. А у нас не люди, у нас не мирные. Ваши твари собирались здесь взорвать грязную ядерную бомбу. Получите чистую. Да-да, читаем ваши мысли и тоже не понимаем, когда он успел превратиться в Жириновского. Но дальше ещё интересней. Пропаганда предлагает сбросить её даже не в Украине. Неплохо было бы, чтобы не только вы, но и ваши хозяева, шольца и прочие. Вот прям, чтобы под задницу у них ядерные зарядки. Вот собрать их в одну кучу. Мишель, Макрон, Суна, ну вот всю эту сволочь нацистскую. Боррель, Урсула фон дер Лайн. А как её там, Анна и Лена? Вильнюсе, Вильнюс. Вильнюс, Вильнюс. И вот, нет, прям лучше там, в Берлине. Вильнюс слишком маловато. В Берлине, чтобы понимали. Под задницы взорвать. От этого империалиста наверняка уже ничего не добьёшься. Только усыпить, да и то не факт. Но как бы было здорово, если бы в одной студии закрыть Киселёва, Симоньян, Скобееву и их хозяев на такую яркую вечеринку пригласить. Так что в Каховскую бес мы не взрывали. И меня радует, что вы с бешеной скоростью все западные вот скажете «А, да, я русичен, я, я русичен». Ну, на нас это не производит никакого впечатления. Конечно же, и ГЭСы Невы взорвали. И по Мариупольскому драмтеатру Невы били. И Бахмут Невы уничтожили. И войну эту Невы начали. Может, хоть какой-нибудь новый текст напишите? А в другой, кремлёвской студии насмешили весь мир. Это же просто шутка века. Оказывается, в Раше нет пропаганды. От такого даже мои собаки смеялись. Мы законодательно войну не ведём. Мы ведём спецоперацию. Украина войну против нас ведёт. Они это давным-давно у себя в законах прописали. У них пропаганда открыто работает. У нас, простите, пропаганды нет. У нас есть разъяснение. В Советском Союзе секса не было, в России пропаганды нет. У ведущих мозгов, у оккупантов конечностей. Вот только осталось узнать, что у расистов осталось, кроме разъяснений. Действует украинская пропаганда и западная, действует российская. Они говорят о том, что якобы Путин никуда не ездит, или его нет, или это двойники и тройники. Наша сторона говорит, что у них тот генерал пропал, этот умер. Это они сами говорят, Виктор Жозеф. Про танцюру кто сказал? Кто? Солик по имени Евгений Викторович, который потом, когда украинская сторона сказала, что генералам танцюры ничего не произошло, он сказал, нормально, идём дальше. Я утром смотрю, что там украинские соцсети пишут, там это всё тоже было. Поэтому давайте не будем даже. Это успех России. Они сами это распространяли. Правильно, у нас же про Путина тоже пишут российские граждане. Откуда это идёт? То есть в этом смысл пропаганды, чтобы население страны противника об этом начинало говорить. Вот мы думаем, намекнуть ли этим бравым защитникам демократической России, что рассказывать, что на болотах нет пропаганды, это и есть пропаганда. Сумасшедшая Симоньян без карты Лукашенко до сих пор не может понять, откуда должно произойти нападение. Поэтому просчитывает все риски и выискивает нацистов уже на Харьковщине. Ну вот есть предложение, что прекратились обстрелы Белгородской области присоединить Харьков. Ну тогда же будут обстреливать Харьков. А Харьков уже будет Белгородской областью. И даже если он останется Харьковской областью, подожди, подожди, он будет всё равно Россией. Поэтому, если они не готовы на мир взамен на наших людей, живущих в своих домах, на наших территориях, потому что это наши люди, ну тогда нам надо идти до Польши. Да. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это казус Белли уже для войны НАТО с Россией, на что никто не пойдёт, потому что война с НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. После этого воевать уже будут динозавры через миллионы лет, когда на Земле снова возобновится жизнь. Да-да, историю о Киеве за три дня все уже знают. Теперь интересно, сколько лет пути на Львов выделят. И проблема в другом, не знаем как вы, но мы уже запутались. Россия ведь будто уже больше года с НАТО воюет, а здесь оказывается только собираются. Следующая новость может очень разочаровать одного усатого деда с картой. Поэтому всех любителей картофеля и сельскохозяйственной техники просим отойти от экранов. Министерство обороны РФ с гордостью опубликовали видео, как мобилизованные расисты уничтожают танки «Леопард». На самом же деле они трактор расстреляли. То ли вторая армия мира никогда танков в глаза не видела, то ли перед отправкой в Украину у ребят надо хотя бы зрение проверять, потому что нечаянно и тракториста победят. Орки все не могут перестать скулить и сливать свои замечательные высоконравственные диалоги. У вас как там? Да, ну сейчас нормально. А так разъебанно все-таки охуешь. Че, мотомас сгорел? Автомас сгорел, машины сгорели, блин, даже зверь не полмали, она все просечена. А броник мой живой? 600 снарядов упало на нас, ебаный. А что там, дядя Юрий Юрьевич, ногу оторвало? Да, оторвало, да. А четверки много осталось? Сколько нас там людей-то осталось? С 21 человеком из двух взводов. 28 человек из двух взводов? 2 или 21, наоборот. Главное, что все нормально, а смех какой задорный, искренне радуются собратьям. Иногда кажется, что они свои потери празднуют даже пышнее нас. А теперь вашему вниманию новое шоу «В мире зверей» или «Как выглядит полная деградация». Ракета же летит прямо, а Украина круглая. И, естественно, ракета, получается, пролетает мимо. Но, значит, здесь у нас есть только два варианта, вот как можно исправить эту ситуацию. Если вам кажется, что вы потеряли чувство реальности, то не переживайте, все хорошо. Просто вам попались новости с болот. Значит, первый вариант – это достаточно такой дорогостоящий. Это, значит, нужно поверхность земли просто выровнять. То есть она как бы идет изогнутая, вот как глобус, а нужно просто делать такой прямоугольный, скажем так, глобус. Ну тогда, как бы, тоже ракета будет доставать только там, где вот прямая поверхность, а где уже уходит как бы вниз. Ну, соответственно, уже тогда ракета не долетит, конечно. А что ты на это скажешь, Илон Маск? Уже не терпеливо ждем второго варианта. А второй вариант, получается, это просто уже сразу изначально изготавливать изогнутые ракеты, чтобы они повторяли контуры земли. Вот, но здесь тоже есть свои минусы. То есть тогда нужно орудие, из которого, значит, выпускается эта ракета. Значит, ствол тоже должен быть изогнутый. Мы обычно можем только догадываться, но, кажется, на России и так изогнутых стволов хватает. И теперь будем присматриваться более тщательно.